На прошлой неделе я, как и большая часть мира, решил воспользоваться соцсетями, чтобы выразить слова поддержки чернокожим. После двух часов писанины «Удаление и снова по новой» пытаюсь подобрать нужные слова, чтобы выразить чувства. В итоге я пришел к той правде, которые многие из нас по-прежнему носят в себе. Тяжело выразить словами прошедшую неделю. Причина этому есть, но основная – мои слова сейчас ничего не значат. Это не тот момент, чтобы делиться. Сейчас время слушать и действовать. Честно говоря, я не считаю, что способен сказать что-то полезное. Но я понял, что пока мы тратим время, подбирая нужные нам слова, мы забываем слушать. И этим я занимался всю прошлую неделю. Сделал большой шаг назад и начал слушать множество голосов, которые раньше я не слышал. Множество историй, которые никто не рассказывал. И после них я понял, что значит измениться. И помимо меня, это также поменяло жизни и других людей. Один из главных уроков личностного роста, который я усвоил. И за последнюю неделю он стал для меня очевиден. В одиночку ты к нему не придешь. Мы учимся друг у друга. Это будет продолжаться до тех пор, пока тебе это не понадобится. Я говорю не про жертв или преступников. Нам нужны люди, в словах которых есть вес и значимость. Мы полагаемся на книги и видео, которые вдохновляют нас. Это заставляет задуматься и ответить на вопрос, что мы можем сделать, чтобы все это прекратилось. Ведь это... это тихий ужас. Да, все мы нуждаемся в том, что внутри нас, что подтолкнет нас к действию. Но все чаще первые плоды изменений рождаются голосом кого-то со стороны. Все мы здесь, чтобы с этим покончить. Когда мы сражаемся, мы побеждаем. И мы продолжим сражаться. И эта история роста никогда не закончится. Это, возможно, одна из тех вещей, которая связывает каждого участника нашего YouTube-сообщества. С ее помощью мы учимся, растем и улучшаем наши жизни и жизни окружающих. Что правда для построения привычек, расписания, улучшения продуктивности? Такая же правда для социальных изменений. Нам нужен открытый разум. Нам нужно осознать свои ошибки. И прежде всего, мы нужны друг другу. Когда я выбрал время, чтобы начать слушать, стоял рядом с протестующими, слушал их речи, это открыло мои глаза на раны и боль, с которыми множество чернокожих в Америке вынуждены были столкнуться за всю свою жизнь. Черная культура неразрывно связана с американской. Мы слушаем музыку, едим еду, надеваем одежду, смотрим фильмы. И сегодня время, чтобы услышать эти голоса. Когда они говорят про дискриминацию, когда они говорят, что не чувствуют себя безопасно рядом с полицией, когда просят нашей помощи, нам нужно это услышать. Сейчас во мне существует очень много противоречивых чувств. В основном это печаль. За судьбу Джорджа, Джорджа Флойда и его семью. И за бесчисленное количество людей, кто стал жертвой жестокости полиции. Но также я чувствую надежду. Когда видишь эти протесты, когда видишь, как роняются статуи, символы многовекового угнетения, чувствую, что изменения уже близко. Это то чувство, которое я раньше в жизни не испытывал. Затем я выложил один простой пост в инстаграме и начал слушать всех вас. Я думал, что любовь и слова поддержки – это что-то из разряда личного для каждого из нас. Так легко поймать негатив, читая соцсети, спрашивая мнения людей, удивляясь, что им есть дело до этого или они просто хотят привлечь внимание. Но я понял, что это на самом деле не важно. Мнения важны, но они рядом не стоят по важности с действиями. И поэтому не важно, что ты там запостил, вышел на протест, слушаешь ты подкаст или делаешь пожертвования. Все эти вещи значимы, какими бы большими или маленькими они не были. Главное, что ты помогаешь проблеме сдвинуться с мертвой точки. И я попытаюсь сделать то же самое в этом видео, помогая собрать немного денег в два потрясающих благотворительных фонда. Один для чернокожих американцев, другой для аборигенов Австралии. Так что каждый доллар, который вы пожертвуете в один из этих фондов, ссылка будет в описании, пойдет на цель в 10 тысяч долларов. Мы с Натали также в деле. Как только вы задонатите, не забудьте прислать скриншот на почту donate-sobacamediavella.com, чтобы я отслеживал каждую операцию и мы быстрее подобрались к нужной нам сумме. Пяти самым щедрым из вас я выскажу особое уважение в моем следующем видео, которое выйдет на следующей неделе. Это многое значит для меня. И я надеюсь, это будет мотивацией для вас проявить особую щедрость. По правде говоря, это видео далось мне нелегко, потому что я не люблю говорить на слишком глубокие темы. Но вы знаете, ребята, я сторонник пути наименьшего сопротивления. Такого же принципа я придерживаюсь и в своей собственной жизни. И когда я задумался, что я хочу сказать в этом видео, я думал о тех из вас, кто смотрит мой канал каждую неделю. И как мне стоит выражаться, чтобы, дай бог, не задеть чьи-то чувства. И сейчас я говорю с вами, друзья, и хочу, чтобы вы знали, что я здесь для вас. Направляю, сражаюсь для вас и постараюсь собрать как можно больше денег для вас. И я слушаю. Спасибо, ребята, за просмотр. Увидимся на следующей неделе. Кстати, если у вас нет денег на пожертвования, все нормально. Я оставлю ссылки на моих самых любимых чернокожих личностей, которых вы, возможно, узнаете по подкастам Ground Up Show, по ссылке ниже. Если я и собираюсь взять на себя обязательства, даже исток на 30 дней. Я говорю об этом другим. Сегодня, благодаря соцсетям и шага ступить невозможно, все на тебя смотрят. Не нужно ждать идеального момента, когда новые возможности к тебе постучатся. Вместо того, чтобы жертвовать монетой вы можете подарить им подписку. Их вдохновляющие голоса определенно заслуживают вашего внимания. Когда я озвучивал это видео, мне нужна была вишенка на нем. То, что его украсит и дополнит. И я ее нашел. В телеграм-канале книги на миллион. Книга под номером 80. Майндхакинг. Прекрасно украшает и дополняет это видео. Подписывайся на канал и слушай огненные вышемки из книг. Их там уже более 100. Ссылку найдешь в описании и в закрепленном комментыче. Друзья, вы также можете поддержать и меня, поставив лайк под это видео и прожав звоночек, чтобы не дай бог не пропустить новый перевод на канале. Чтобы особенно поддержать меня, подпишитесь на любой из телеграм-каналов, ссылки на которые я прикрепил в комменте ниже. Спасибо за просмотр. До скорого.